Вы доверяете русским? Я не доверяю, спикер парламента Армении. Премьер-министр фактически зафиксировал, что наше неучастие является заморозкой отношений. И да, мы задали ОДКБ вопрос, который остался без ответа. Какова зона ответственности ОДКБ? Вы признаете границ Сура? Когда Ара стала членом ОДКБ, в каких границах она присоединилась? Пока нет ответа на этот вопрос. Лично мое мнение, что ОДКБ не работает, заявила сегодня на брифинге спикер НС Ален Симонян. Ален Симонян ответил на вопрос, почему в таком случае Армения не выйдет из ОДКБ. Мы ждем, посмотрим, как все сложится. Я хочу, чтобы вы хоть немного доверяли нашей политической позиции и тактике. Есть многое, о чем я не могу рассказать. По его словам, альтернатива обеспечить безопасность Армении всеми возможными способами, а не складывать все в одну корзину. Ален Симонян сослался на информацию о том, что российские пограничники будут выведены из аэропорта Звардноц. Я не участвовал в подобном обсуждении, но считаю, что им следует уйти оттуда. Мы защитим границы нашей страны, но я не уверен, что они защитят границы нашей страны. Вы уверены? Я не уверен. Несколько раз было доказано, что они не защищают. Не говоря уже о том, что они делали все, чтобы повысить уязвимость этих границ. Они дислоцировались в Нагорном Карабахе, что они сделали, вывели оттуда армян. Потом, через пять часов после событий, погибли пятеро российских миротворцев, и они стали размахивать этим. Видите, мы работаем, наши миротворцы тоже погибли. То есть они пришли, чтобы депортировать армян или их защитить? И что они делают в Звардноце? Спросил он. На вопрос, будет ли выведена российская военная база из Армении, Ален Симонян ответил. Вы слишком торопитесь, забегайте вперед, мы обсудим и разберемся. Это не лучший способ бросаться из одной крайности в другую. На вопрос, власти Армении заявляют, что ОДКБ не признает границы республики Армения. А вы признаете границы республики Армения, когда говорите, что у нас нет кадастрового документа? Ален Симонян ответил. Да, мы признаем и можем показать границу республики Армения метр за метром. И ее основой является Алма-Атинская декларация. Мы уже показывали пару документов. Есть документированная карта, которая была принята властями Армении и Азербайджана. Касаясь действий российской стороны, Симонян сказал. План всегда заключался в том, чтобы втянуть Ра в полномасштабную войну и в конце появиться в образе миротворца, но с не очень добрыми намерениями и установить очередной мир в регионе, накинув петлю на шеи обоих страны, чтобы они не сбежали. На вопрос, на каком правовом основании россияне были размещены в Неркин-Андее, Ален Симоняна ответил, что ему неизвестны правовые основания, но этот вопрос также является предметом обсуждения. В определенный период, когда ситуация была напряженной, на них была возложена какая-то зона ответственности. Я думаю, что нам следует решить этот юридический вопрос. Продолжение следует...